Утро в Петербурге продолжается и недавно завершился первый этап трансатлантической парусной гонки Мини-трансат 2021. Единственная участница из России, петербурженка Ирина Грачева показала четвертый результат и время 7 дней, 11 часов, 52 минуты, 44 секунды. Ирина, обратите внимание, прошла этот путь под парусом в одиночку. А сейчас Ирина находится в испанском порту Санта-Круз-де-Ля-Пальма на Канарских островах и выходит с нами на прямую связь. Ирина, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Несмотря на то, что вы заняли четвертое место для нас, вы первое место, вы победительница. Мы вас поздравляем с такой вот, можно сказать, мини-победой в первом этапе. Спасибо большое. Ирина, семь с половиной суток в море. Как может девушка целую неделю справляться совсем на лодке одна? Ну, в первую очередь, я бы не делила нас на девочек и мальчиков. Мы все-таки все яхтмены. И для каждого из нас есть определенные сложности и определенные удачные моменты. Но, в общем, я уже тренируюсь в классе мини 4 года, поэтому для меня это не в новинку. Ирина, вот скажите, как обстоит дело с бытовыми вопросами? Вот как яхтмены питаются? Как яхта идет во время сна? Быт у нас очень-очень аскетичный. У меня на яхте не предусмотрено постоянного места для сна, то есть у меня нету плоских поверхностей. Я сплю, у меня есть такая большая пухлая подушка, которая может принимать форму тела. Я ее использую. Питание очень вкусное, но тоже такое быстрое. Мы согреваем воду в туристическом, типа примусы, это называется джет-бойл. Заливаем уже подготовленные сублимированные продукты горячей водой. Согреваем и получаем полноценный опед, ужин, завтрак. Как у космонавтов практически, да и да. Ирина, мы знаем, что вы в Санта-Крус-де-Ла-Пальмо уже почти 10 дней. И только сегодня ночью финишируют последние участники первого этапа. Почему такой разброс? То есть вы уже пришли 10 дней назад. В частности, в этой регате, в этом этапе очень сильно повезло с погодой первым четырем лодкам. Также нам повезло, или может быть это благодаря нашим знаниям, мы сделали хорошую стратегию в Бескайском заливе. И смогли достаточно сильно оторваться от основного флота, который потом получил встречные ветра и получил штору. И им пришлось заходить в порт укрытия. Ирина, несмотря на то, что ваша яхта по техническим характеристикам уступает оппонентам, вы, тем не менее, все равно заняли четвертое место. Вот расскажите, в чем различие вашей яхты от других яхт, других яхтсменов? Моя яхта уступает, наверное, первым днем, потому что это новые проекты, которые были созданы в последние годы с учетом самых последних технологий, самых последних конструкторских идей для попутных ветров. То есть для сильных попутных ветров, которые будут у нас в Атлантике. Это посадка. Мы видим там подводные крылья какие-то, да, у этой лодки есть? Да, да, у них подводные крылья, у них очень широкие носы, такие вот круглые, которые позволяют им быть более устойчивыми, то есть нести больше парусов в сильный ветер по сравнению со мной. Соответственно, больше скорости. Ну а почему эта яхта проигрывает по некоторым характеристикам, как мы прочитали вашим соперникам? В основном это форма корпуса. Ага, то есть она более устойчивая, но при этом она теряет скорости, да? Нет, она, наоборот, она немножко менее устойчивая, и немножко зарывается носом в волну, то есть ее немножко останавливает волной. Ирина... А я хотела о технических моментах, психологических. Вот у меня вопрос, скажите, что чувствует человек, находясь один в открытом океане? Вот что, может быть, какое-то есть прозрение, какие-то специфические эмоции, и наоборот, какие психологические сложности пребывания одному вот в течение недели в море? Ну, я думаю, каждый человек будет чувствовать по-разному. Я, когда первый раз попала в океанскую регату, 3 или 4 года назад, я почувствовала счастье. Я почувствовала себя на своем месте, что, наконец-то, я делаю что-то, что мое. И я удивилась, насколько уверена и насколько приятно мне находиться одной в океане. Сейчас для меня это уже стало не то, что работой, но поскольку у меня большие ожидания у моих подписчиков, у болельщиков, большие ожидания результатов, у меня у самой большие ожидания результатов, и я действительно серьезно тренируюсь, сейчас это фактически стало работой, работой на износ. Ирина, вот второй этап начнется 29 октября. Не могли бы ты немножко о нем рассказать? Вообще, как вы оцениваете свои шансы? Мы-то верим в вашу победу. Спасибо большое. Сейчас меня отделяет от первых трех участников примерно 10 часов. Это, с одной стороны, много, с другой стороны, для трансэкланистического этапа не очень много, потому что в реальности очень много вещей может произойти с каждым из участников. Большинство из нас так или иначе, это долгое время в океане, это две недели, мы встретимся с разными ветровыми условиями, у кого-то обязательно что-то сломается, и дальше уже будет зависеть все от того, насколько быстро мы сможем починить поломки, насколько быстро мы сможем среагировать на изменяющуюся ситуацию, насколько сильной у нас будет стратегия. Поэтому все шансы есть, но тем участникам, которые отстали, догнать нас уже будет сложно, потому что между нами уже 4 дня, 4 суток. Ирина, а сколько такая гонка может быть экстремальной, то есть если внезапный шторм или какие опасности могут подстерегать? Опасности действительно достаточно много в океане, и самая, наверное, тревожная для нас вещь – это встреча с неопознанным плавающим объектом. Потому что в океане по-прежнему можно встретить затопленные контейнеры, которые падают с контейнеровозов, можно встретить кита, можно встретить рыбу-луну, можно встретить какие-то, может быть, суда без опознавательных знаков, без огней, без аис. Это наша основная тревога именно встреча с неопознанным объектом. Но дальше действительно сильный ветер, шторм, могут потрепать лодку, могут сломать мачту, может многое случиться, порваться паруса, могут... То есть это действительно экстремальная. Ирина, мы желаем, чтобы вот этого всего вышеперечисленного не произошло. Как говорят, как друг друга напутствуют? Это 7 футов под килем, да, или что, под путного ветра? Ирина, как провожают яхтсмены друг друга? Что желают? А, к сожалению... Ну, конечно же, желают 7 футов под килем, не по путного ветра. Вот именно этого мы вам и желаем. Спасибо большое. Ирина Грачева, единственная девушка-участница трансатлантического перехода в одиночном зачете, одна на лодке, и второй этап, напомним, начнется 29 октября. Будем следить за развитием событий. Ирина Грачева, единственная девушка-участница